Я нахожусь в Гуа. Гуа – это штат Индии. 1 год, 4 месяца и 4 дня. И самое ужасное в этой ситуации, что я не знаю, когда я уеду. Моя адвокат сегодня сказала мне, что судья сообщила ей, что на следующем заседании, которое состоится 9 числа следующего месяца, мне дадут бумагу, на основании которой я снова пойду в визовый отдел и снова буду продлевать визу. Я приехала сюда с полугодовой визой. Я продлевала визу на год из-за того, что я нахожусь под подпиской о невоезде и не имею права покинуть страну. Если я попытаюсь поехать в аэропорт, я буду арестована. Если я умудрюсь сбежать из страны, я автоматически проигрываю дело, меня признают преступником и объявляют в розыск. Я никогда не буду сбегать из-под суда. Я абсолютно уверена, что я ни в чем не виновна, потому что обвинение, которое мне предъявляют, оно настолько смехотворно, что это просто даже невозможно описать. Меня обвиняют в том, что в 2010 году я была в Индии два месяца по туристической визе, середина марта, апрель, май. И вот в мае за несколько дней до конца визы я была добавлена дополнительным аддюкшен директором в индийскую компанию. У этой компании не было зарегистрировано никакого бизнеса, у нее не было денег, у нее не было ничего. Эта компания существовала просто для того, чтобы на нее иностранные граждане могли оформить квартиру, купить квартиру. Дело в том, что я не планировала ничего покупать. Это не входило в мои жизненные планы. Я собиралась только... Да и ничего не собиралась. Я собиралась уехать домой. Это моя знакомая собиралась покупать квартиру, а меня добавили вместе с ней в эту компанию по ошибке. О том, что меня добавили в эту компанию по ошибке, я узнала в 2013 году, и я ушла из этой компании в 2013 году. Так вот, в 2010 году я была в Индии по туристической визе, и меня добавили дополнительные директоры, хотя там не было моей подписи. То есть моего заявления о том, что я прошу добавить меня в директора, не существовало. Ну, не существовало и не существует. Есть только одно мое заявление за 2013 год, где мне сказали, что, блин, а ты являешься директором моей компании. Говорю, давайте-ка мы меня оттуда уберем. И мы меня убрали из директоров этой компании. Это единственное место, где существует моя подпись. При этом, что именно я подписывала, то есть с моим знанием английского, то есть как бы ну сунули подписать, ну и подписала. Мне сказали, что так надо, так поможет. И вот сейчас меня судят за визовое нарушение. Это чистейший вред. Я это дело выиграю. Вопрос, когда я его выиграю. Индийское правосудие, оно настолько неспешное, что рассмотрение рассмотрение моего дела, начато в 2014 году, с моим приездом длится уже 1 год, 4 месяца, 4 дня. Через 2 месяца у меня заканчивается виза, и мне сказали, что мне придется продлевать визу. То есть за ближайшие 2 месяца это дело не закончится. Знаете, многие люди, наверное, бы хотели сказать ту же самую фразу, которую произнесу я. Я в Гоа больше года, но никто из них не захотел бы оказаться на моем месте. Ты не имеешь права работать. Ты не имеешь права уехать. Ты не имеешь права ни на что. Проработать я почему сказала? Нужен источник доходов. Жить-то на что-то надо. То есть мои сбережения, они не бесконечные, и они тают. То у меня мама семьи десяти трех лет и дочка тринадцати лет. Мне надо домой. Мне надо домой уже вчера. Меня как-то спрашивали, когда бы ты хотела уехать. Я всегда отвечаю, я хотела уехать вчера. Позавчера, год назад. Я очень хочу домой. И вот эта ситуация, при которой я не могу покинуть эту страну. Я уже разобралась с тем, что мне не дают адвоката в меня государственный индийский защитник. Я уже пользуюсь гугл-переводчиком. Боже, к чему я здесь только не привыкла, к чему я здесь только не приспособилась. Но я не могу приспособиться к тому, что я не знаю, когда я уеду. Только, наверное, только воздействие высших должностей. Судистых лиц может как-то позволить ускорить процесс. Здесь дело в том, что от момента, когда ты приходишь в суд, ты можешь прийти в суд, и тебе могут сказать, сегодня у нас много дел, мы не успеваем рассмотреть ваше дело, приходите через месяц. Или ты приходишь, а тебе говорят, а полицейский, который завел на вас дело, его сегодня нет, поэтому приходите через месяц. Или приходят, а вам судья хотела задать вопрос, но у нас нет переводчика, поэтому приходите через два месяца. И это может длиться бесконечно долго. Это длится, длится и длится. И ты начинаешь воспринимать этот мир как бесконечную тюрьму, как день сурка. День сурка, который не заканчивается никогда. Каждый день происходит то же самое. Но иногда бывают устрашающие ситуации. Если будет нужно, я потом об этом расскажу. Боже, как я хочу уехать. Я хочу уехать. Я не хочу находиться в Индии. Я никогда не хотела находиться в Индии. Это ужасно. Это ужасно. Мне нужно домой. Я хочу, чтобы это дело закончилось. Я хочу выиграть это дело. И я хочу уехать с чистыми руками. Я хочу уехать с подтверждением, что никакого визового нарушения нет. Я никогда не нарушала визовы, законы Индии. Я никогда здесь не работала. Я никогда здесь не вела бизнеса. Я никогда не планировала этим заниматься. Это не входило в мои цели и задачи. Но я не могу уехать. Меня судят. Меня судят, и я буду находиться здесь столько, сколько скажет суд. Нервы на пределе. Я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Я не знаю, к кому обращаться. Говорят, спасение утопающих делали рук самих утопающих. Наверное. Наверное. Ну, по крайней мере, в моей ситуации это так. Никто на помощь не придет. Друг не раздобудет. Никто не сварит ничего ни на каком их дне. Сами-сами-сами. А у самих у нас получается не очень. Ну, вот так. А кто-то там слушает их. Спасибо. Холодец.